При поддержке РТР Фернзефонс Австрия, Земель Нижняя Австрия и Зальцбург. В ролях Максимилиан Симонишек, Корнелия Грёшель, Юрген Тарах. Быстрей! За ним! Карстен Крамер, Каролин Вальтер, Кристоф Литковский, Вольфганг Эдельмайер. Красавица и Чудовище. Художник-постановщик Юдит Заупер. Художник по костюмам Барбара Лангбайн. Оператор Герман Дунцендорфер. Что случилось? В чём дело, Толстяк? Скоро будем дома. Что это было? И стоим. Кто тут? Господи. Давай, Толстяк. С дороги! Вы в своём уме? В вас бес вселился! Монтаж Антония Фен. Композитор Штефан Мария Шнайдер. Сценарий Маркус Хертинок. Я знал двух детей королевских. Печаль их была велика. Продюсеры Ирэнэ Велерцхофф и Гёц Брант. Эльза, пастухи снова хотят в кредит. Мы не в сказке живём. Нам самим не хватает. Твой отец всегда продаёт в кредит. Но я не мой отец. Уладим это завтра. Отец вернулся. Режиссёр Марк Андреас Бохерт. Да, мой летун. Да, летун. Да, да, мой хороший. Отец! Отец! Моя принцесса. Ты как раз вовремя. Пастухи не хотят платить. Бог в помощь. Ждём вас снова. Бог в помощь. Большое спасибо. В последнее время они потеряли много овец. Им сейчас нелегко. Нам тоже сейчас нелегко. А что с бочками? Рыцарь фон Гагентау и его люди стоптали нас на охоте. Главное, что господа повеселились. Но с нами всё в порядке. Да, толстяк? Всё в порядке? Всё вино пропало. Нет, нет, одна бочка целая. Но этого мало. Что-нибудь придумаем. Вот. Это тебе. Ты никогда не волнуешься. А зачем? У меня же лучшая дочь на свете. Разбавленная родниковой водой. Это вино даже красивее. Очень вкусно. И полезней. Надеюсь, они не к нам. Приветствуем. Вина для господина фон Гагентау и его людей. Господин. Вставай. Как тебя зовут? Эльза. Ты красивая. Как эта роза. Спасибо, господин. Скажи, Эльза, ты не хочешь в воскресенье после святого Иакова поехать со мной на турнир в город Арба? Как моя дама. Я? Я? Ты. Знак моей милости. О. А кто заплатит? Заплатит? Ты должен за аренду уже за год и с процентами. Да и вино у тебя разбавленное. Если бы господин на охоте... Что ты хочешь этим сказать? Ничего, господин. Будем щедрыми, Фокт. Ведь нам так повезло на охоте. По коням! Поехали! А ты что сказала? О. О? Да? О. Ты сказала О? Ну ты хотя бы раскрыла рот. Настоящий рыцарь. Это правда? Рыцарь Фонгу Гентао хочет с тобой на турнир? Не бойся, я не поеду. Я тебя не оставлю. Подумай хоть раз о себе, моя дочь. Дама, турнир. Здорово. Прекрати. Мне даже надеть нечего. А так я вряд ли могу поехать на турнир. Купим тебе что-нибудь. А на что? У нас нет денег на вино. Нам нечем платить за аренду. Заложим что-нибудь. Мы уже все заложили. В крайнем случае, заложим украшения твоей матери. Они сейчас в твоем сундуке или в другом. Пока. Ты хочешь заложить ее украшения? Временно. Это единственное, что от нее осталось. КОНЕЦ КОНЕЦ Летун! 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 Я тут подумала. Что? Этого хватит на аренду. И новое вино. А еще на новое платье и туфли. Туфли из тончайшей кожи и платье из чистейшего шелка. Мечтатель. Столько цепочка не стоит. Ты всех их ослепишь, рыцари, певцов, весь двор. Мы вернем цепочку. Все едут на турнир через нашу долину. Они захотят есть и пить. Мы заработаем много талеров. Даже очень много. Не волнуйся, все будет хорошо. И забудь о новых платьях. Я перешью старое. Я знаю, что делаю. Просто привези мне еще одну розу. Обязательно. До вечера. Пойдем. Все в порядке. Латунь. И стекло. Ни золото, ни драгоценности. Я бы с удовольствием вам помог. Но сами видите, никто не покупает. Все только продают. С тех пор, как умер добрый король Арбонов, рыцари загоняют нас в кабалу ради своих праздников и развлечений. Все терпят нужду. Я могу дать только пару крейцеров. При всем желании. На здоровье. Будем. Фу, это же вода. Из лучшего источника. Она хотя бы веселая. А знаете почему? Сегодня пора платить. Значит, деньги у вас есть? Мы продали стада. Мне очень жаль. Волки в округе режут слишком много овец. Волки. Но здесь же нет волков. Лучше держись от леса подальше. Там что-то нечисто. Знаешь, толстяк, пять крейцеров все-таки лучше, чем ничего. Я уж знаю. Где-то получишь, где-то потеряешь. Господи, настоящий кисель. И все гуще. Эй, эй, стой! Глупая скотина, ну погоди! Толстяк! Вернись! Глупая скотина. Толстяк! Вот еще. Ау! Ты-ка? Толстяк! Бист ты здесь? Это ты? Алло? Ау! Здорово! Ты-ка? Кто тут? Ау! Боже мой, что это за замок? Бог в помощь! Добрые люди! Это я, Гуго, трактирщик из долины! Откройте! Я замерз! Ну вот! Ну раз так, спокойной ночи! Отвратительно! Как он храпит! Что будем делать? Тише! Отец! 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 Ах, да, и за вкусный завтрак. Большое спасибо. Чего еще ждать от таких милых людей, как вы? И большое спасибо за цветок. Боже мой. Ты меня обокрал. Но это же просто Роза. Моя Роза. Не убивайте меня. Я отдам вам все, что у меня есть. Все мое имущество, все... Жизнь за жизнь. Не убивайте меня, прошу. Отдашь мне первое живое существо, которое встретишь дома. Ты понял? Первое живое существо, которое ты встретишь. Договорились? Пожалуйста, отпустите меня. Бедный летун. Возьми лошадь. Если не сдержишь слова, я найду тебя и убью. Мне очень жаль. Бедный летун. Отец! Отец! Нет! Отец, слава богу! Нет, только не это. Отец, слава богу, ты жив! Я искала тебя все это время. Теперь все в порядке. Это твоя лошадь? Ты столько выручил за цепочку? Где пес? Где пес? О чем ты? Мы должны бежать немедленно. Он убьет меня, если я не сдержу слова. Что? Быстро! Собирай вещи. Плащ, шляпу. Только быстро давай! Это чудовище меня провело. О чем ты? Ты пьян? Я сорвал одну из его роз. Теперь хозяин замка требует, чтобы я заплатил за розу моей жизнью. Или твоей. Я нужна ему как плата. За сорванную розу? Это чудовище. Ты не понимаешь? Чудовище! И привяжи лошадь. Если она убежит, она нас выдаст. Это исчадие ада знает дорогу. Это же смешно. Кто этот хозяин замка и где этот замок? Не знаю. Я впервые его увидел. А в городе я ничего не получил. Ростовщик дал мне всего пять крейцеров за цепочку. Я не только трус, но и неудачник. Ерунда. Прости меня. Ты заслуживаешь лучшего. Ах, Литун. Теперь ты можешь бежать с нами. Мы все исправим. Я ни за что не вернусь в этот замок. И не надо. Я этим займусь. Чем? Эльза, немедленно слезай. Я просто верну ему Розу, и все. Эльза. Эльза, вернись. Вернись! Ты не знаешь, что творишь. Оно тебя убьет. Эльза! 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 КОНЕЦ Есть тут кто? Я хочу исправить ошибку моего отца. КОНЕЦ Есть кто дома? Быстрее, быстрее. Она идет. Она тут. Успокойся. Кто здесь? КОНЕЦ Да, она тут. Она действительно тут. Да тише ты. Вы хозяин замка? Добро пожаловать, госпожа. Да. Здравствуйте. Я Эльза, дочь трактирщика из долины. Меня зовут Венцель. А меня Ирмель. Я могу поговорить с вашим хозяином? Все дело в розе, которой мой отец случайно... Он уже ждет вас в рыцарском зале. Вот туда. И не пугайтесь. Есть тут кто? Я хотела извиниться от имени моего отца за то, что... Кто тут? Пожалуйста, пожалуйста, не надо. А вот, наконец, и ты. Ты вкусно пахнешь. Пожалуйста, не убивайте меня. Клянусь могилой матери, нам очень жаль. Вот. Вот роза, совсем как ваша. Я посажу ее и... Это не моя роза. Пожалуйста, пустите меня. Ты станешь моей женой. Что? Поцелуй меня. Нет. Нет. Ты моя... Невеста. Быстрей! О, нет. Она же не-не-не... Позаботься о ней. Разве я не говорил ей, что не надо пугаться? Конечно, она испугалась. Как же ей не испугаться, ослиная башка? И что нам теперь делать? Следующий. Перекурится в счет налога? Следующий. Милостивый господин, милостивый господин, прошу. Милостивый господин, помогите беззащитному отцу. Прошу. Мою дочь похитили чудовище. Хозяин замка в лесу. Факт. А, трактирщик из долины? Пришел выплатить долги? Где там? Вместо этого он смеет просить нас о помощи. Я вас умоляю, вы же знаете мою дочь. Она станет вашей дамой. И где же находится этот замок? В лесу, на полпути к городу. Прошу, речь о жизни моей дочери. Ерунда. Я приказал снести все крепости от Арба до Гегентау. Нет, вы ошибаетесь. Только не эту. Старик, не говори глупостей. Лучше выплати свои долги. Ты знаешь, что бывает с теми, кто не платит долгов? Хорошо. Тогда я сам ее спасу. Следующий. Она жива. Она жива, слава богу, слава богу. Где я? Ну, дома. Ты дома. А по шапке, Венцель? Дами не тыкают. Верно. Я совсем забыл. Вы дома. Чудовище. Чудовище? А, хозяин. Да, он тоже дома. Где он? Далеко. Очень далеко. Он сюда не зайдет. Он здесь никогда не был. Это же дамские покои. А он на господской половине. Мне это снится. Да. Останови ее. Почему я? Потому что у нас истекает время, поэтому она не должна сбежать, дуралей. Вернитесь, пожалуйста. Куда вы бежите? Куда вы бежите? Только не в подвал. Вам туда нельзя. Куда вы бежите? Скажи. Куда вы бежите? Девушки отдыхают Никогда! Нет, нет! Пустите меня! Помогите! Нет! Осторожней! Сама осторожней! Не хотите с кровью? Я не голодна! Не голодна? Пленники есть не хотят! Я хочу в мою комнату! Сторожите ее! Девушки отдыхают Ну и... Поймите правильно! У него уже давно не было гостей! Уже очень много лет! Чертовски много лет! Он может и по-другому! То есть мог! Когда-то он был настоящим! Мы не можем ей ничего рассказывать! Верно! Летун! Так, вот корень! Он должен быть где-то здесь! Эльза! Эльза! Пойдем, Летун! Пойдем! Он был здесь! Не понимаю! Эльза! Я ничего не слышу! Наверное, заснула! Это был тяжелый день! Пойдем! Ты слышал? Конечно Наверное, кошмар Неудивительно Пусти меня Пусти меня Пусти меня Она сбежала Извините Нет Пу Швейнгар Пусти меня 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 Вы же знаете. Нам нужна еда. Чтобы ей понравилось. Может, суп? И свежий хлеб. Хлеб, суп, хорошо приготовьте. Мы? Я оруженосец. А я горничная. Нам очень жаль, но... Вы же знаете, что будет со мной, если она уйдет. Конечно. Еще бы. Надеюсь, вы знаете, и что тогда будет с вами. Конечно. Естественно. Тогда напрягитесь. Суп. Для этого нужен горшок. Господи, где же горшок? Полегче. Мне нужны чистые вещи. Чистые вещи. Сейчас. Быстрее, осел. Суп выкипает. Помешай. Скорей. Суп. 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 Госпожа, еда готова. Да. Госпожа, еда готова. Госпожа, еда готова. Пару картин на стенах. Венцель, я просто подумал. Где она? Потерпите. Даме нужно время, чтобы... Благородная госпожа. Вы хорошо отдохнули. Благородная госпожа, еда готова. Благородная госпожа. Благородная госпожа. Благородная госпожа. Благородная госпожа. Благородная госпожа. Платье в сундуке, они вам нравятся? Да, они красивые. Почему на вас нет украшений? Мои украшения у ростовщика в городе. Все, что в шкатулке ваше. Берите, что хотите. Они для меня ничего не значат. А то, что у ростовщика, значит? Это король и королева на картинах в подвале. Кто они? Забудьте. А молодой человек, симпатичный? Кто это, принц? Он жил в замке. Что за расспросы? Может, вы с этим... Как-то связаны? Думаете, я их убил? У меня пропал аппетит. Так ничего не получится. Так только хуже. Тогда мы должны рассказать ей, в чем дело. Мы не можем ей ничего рассказать. Тогда расскажи ей. Ничего не рассказывая. Расскажи ей сама, ничего не рассказывая. Что с ними случилось? Что с ними? С розами? Они очень старые. Как этот замок, как все здесь. И когда они умрут, умрем и мы им. Вы все умрете? Но почему? Из-за проклятия. Розы... Проклятие? Что еще за проклятие? Когда цветет последний цветок, мы все будем мертвы. Мертвецкие мертвые. Разве что вы... Я? Как я с этим связана? Только красота спасет уродство. Урод. Красота. Ничего не понимаю. Я не могу рассказать. Ничего не рассказывай. Я всегда что-нибудь говорю. Я слушаю. Ах, он просто волнуется за розы. Да, бедные розы. Что вы не можете мне рассказать? И вообще, что с вами случилось? Все просто. Так бывает, если подслушивать под дверьми. Ты замолчай, болтушка. Она сунула нос в какую-то щель. А хозяин дома? Ах, он. Пусть он сам расскажет. А где он прячется? Он ненадолго ушел. Подождем, пока он вернется. Зачем? Я просто осмотрюсь. Тебе давно надо было здесь прибраться. Почему мне прибраться? Нам. Герб с розами? Да. Кто-то разбил Мадонну. Ой, господи. Чьё это? Конечно, принца Арбо. Принца Арбо? Его давно уже нет. А теперь хватит. Если хозяин об этом узнает... Закрыто. Приходите завтра. Покажите ваше украшение. Ничего мне не делайте. Я честный человек. Сколько вы за это хотите? Ничего. Только не убивайте меня. Столько золота за капельку латуни и стекла. Вам туда нельзя. Это его комната. Как интересно. Прошу. Он будет сердиться на нас. Может, хотите посмотреть библиотеку? Библиотеку? Здесь есть библиотека. Следуйте за мной. Книги тоже принца? Нет. Все здесь принадлежит нашему хозяину. А зачем чудовищу книги? Если бы я могла читать... Можно? Венцель. Вы умеете читать? Соловей Твой голос манит Мое сердце больно ранит Помоги, помоги мне, подскажи Как я должен дальше жить? Соловей Где жить привольно? На макушке липы стройной Под соловушки крылом Ей нижайший мой поклон Богатство И земли со мной Когда я рядом с дорогой Но стоит уйти Богатство и власть исчезает И меня лишь боль Донимает Пожалуйста, продолжайте Это не ваш платок Чей он? Залог любви от рыцаря Он хочет взять меня на турнир в город И вы хотите поехать с ним? Конечно А он Хорошо выглядит Вполне О, не Может быть? Какие дети? Какие дети? А? Какие дети? Какие дети? Какие дети? Они не друг с того, как дети Выпадали Нет Их Девушки отдыхают Нет, ты прополешь сорняки, а я нарву трав для супа Я наливаю Где он? Он у себя в комнате? Он спит днем и охотится ночью Пенцель! Я же посадила ее только вчера Это все улитки Улитки гадкие Улитки не едят розы Мы не можем ничего рассказать Даже если что-то скажем Я должна с ним поговорить Вам туда нельзя Попробуйте меня задержать Венцель, сделай что-нибудь Я бы рад только что Уходите Оставьте меня Вы меня очень порадовали Вы не можете представить, что для меня значит цепочка Как вы ее нашли? У меня хороший нюх Я так вам благодарна Она Моей матери Это единственное, что у меня от нее осталось Она Умерла при моем рождении Поэтому я поклялась отцу Помогать Работать И никогда не выходить замуж Чтобы все исправить И если бы не я, мать была бы жива Вы не виноваты в ее смерти Ваша мать умерла не из-за вас, а ради вас Ради своего ребенка Из любви, чтобы вы жили Вы так думаете? Так, я на это никогда не смотрела Здесь нужен свет Нет Нет Корона Скипетр Это же короля С картиной Значит, вы все-таки его убили И королеву И принца А может, он это заслужил Принц Что бы ни произошло в этом замке Нет Нет, вы их не убивали Вы кажетесь чудовищем, но у вас доброе сердце Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я знал двух детей королевских Печаль их была велика Они полюбили друг друга Но их разлучила река Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красивая песня Грустная песня Раньше это была всеми уважаемая резиденция Здесь жили король с королевой Они правили мирно и справедливо Под символом роз Они делили все, что у них было с бедными Отовсюду приезжали рыцари Чтобы помериться силами в бою и пении Так, наверное, здесь было красиво А что случилось потом? Завтра святой Иаков Уже? Устроим вечером праздник Тогда я вам все объясню На стол все, что у нас есть Если она не согласится сегодня Все было зря Живей! Шевелись! Вот, это вам поможет Нет, нет, я не могу Но вам надо поесть Гертруда Вот Возьмите Два крейцера Вы же должны мне за три месяца Я знаю Но вы же видите Это все, что у меня есть Уходите Идите и найдите хозяина получше Трактирщик Болин Закрыто Я пришел за арендой Которой полагается Рыцарю фонгу Гентау Прошу, сжальтесь У него жар И сердце разбито Хватайте его Угу Угу Рыцарю фонг Исправим Сжаль Угу Ах Угу Угу Которой Которой Угу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы снова повесили картины. Субтитры делал DimaTorzok Однажды королева умерла. Король последовал за ней. А принц Арба порвал со всеми хорошими турнирными традициями. Он носился по стране с грабежами и непрестанно кутил. Богатство и развлечения заменили ему отца и мать. Он хотел забыть о своей боли. И вверг свой народ в нищету. Что с ним стало? Старик, у которого принц отнял последнее, проклял его. Он должен был умереть. А с ним весь род Арбонов вместе с их розами. Так вот в чем проклятие. Как говорят, принц вскоре умер. Он должен был умереть. Без любви. Без спасения. Бончики сейчас подавать. Потом. Сейчас танцы. Готовы. Готовы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Эльза! Ты станешь моей женой? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 У тебя кровь, я отведу тебя домой. Нет, не надо, Эльза. Я люблю тебя. Вот, это тебе. Иди домой, будь счастлива. Тогда и я тоже. Беги, иди. Беги! Беги! Лидун! Лидун! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сказал руки прочь Это мой отец, немедленно отпустите его Сначала пусть выплатит долг Этого хватит? Откуда это у тебя? Вас это не касается Отпустите его Субтитры делал DimaTorzok У тебя же ее цепочка Как ты ее вернула? Я все тебе расскажу Но сначала набирайся сил Прости меня Я на тебя не сержусь Сначала он был грубоват Но потом хозяин замка обращался со мной хорошо Он читал мне, дарил цветы И он спас мне жизнь Ты о чудовище? Может он и выглядит необычно Но у него золотое сердце И он полон сил И нежности Господи Дитя мое Дитя мое Слава Богу, ты снова дома Он скружил тебе голову Да Возможно Мы снова встанем на ноги Мы оба Я позабочусь о тебе, обещаю А в этом платье ты можешь показаться на турнире Теперь все кончено И с нами тоже? Да Прости, что называла тебя ослом А ты меня Заболтушку Но их Призлучила Река Капитан Гертруда Хорошо, что ты здесь Ты останешься? Отец может тебе заплатить Да Конечно Передай ему Мне нужно снова уйти На пару дней Ты не можешь сейчас уйти Завтра же турнир Я не поеду на турнир Нет? А куда ты собралась? Вот ты где Господин фон Гегентау Ты извинилась Но по-прежнему очень красиво Из тебя получится шикарная дама турнира рядом со мной Я с вами не поеду Вот как? Вот Ваш платок Почему ты так зла? Как вы могли наказать моего больного отца? Мой Фокт просто выполнял свой долг Куда это ты? К новому благодетелю? Говорят, он сделал тебя богатой женщиной С краденым золотом из сокровищницы Арбонов Твой благодетель Всего лишь жалкий вор Он не вор Нет? А как к нему попали все эти сокровища? Кто он? Настоящий рыцарь За ней Не дайте ей уйти Вперед Проклятый туман Мы ее теряем КОНЕЦ Нет 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 Пожалуйста, нет Не надо Ты не можешь меня сейчас покинуть Не покидай меня Нет 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 Я же люблю тебя Кто ты? Ханс принц Арбо Чудовище Проклятие настигло меня самого Я превратился в дикого зверя То, чем я давно был Злого дикого зверя Я бы умер в грязи с последней розой Если бы меня не спасла любовь Только любовь Твоя любовь Мы живы? Мы еще живы Смотри-ка на него Оруженосец, мой меч Да, господин Ты не можешь с ним сражаться Ты же ранен Это не честный бой Уйди с дороги Ты не посмеешь Я Арбо Законный король и наследник этой земли Во лжете Деритесь по правилам Не знаю никаких правил Вот мой господин Вы сдаетесь? Я думал, вы все умерли Простите Вы действительно мой господин Тогда я дарю вам жизнь Осторожно! Именем короля Арбо Сдавайтесь Эльза! 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 Милостивый господин Милостивый господин Не вам падать на колени А мне Потому что я Навлек большую беду На страну моих отцов Не надо, мой господин Прошу Станьте немедленно Мне неудобно Могу я просить руки Вашей дочери Он может? Может И никто другой За жениха и невесту! За жениха и невесту! Поздравляем! Поздравляем! Счастья вам! Счастья вам! Ура! Ура! Счастья! Ура! Ура! Все изменились И ты изменилась Ты тоже Давно пора Откуда они взялись? Как в сказке Фильм переведен и озвучен Компанией Игмар Фильм переведен и озвучен